Дело двойник сестер Хачатурян. Почему за убийство отца будут судить одного, а не трех сыновей? Братьев, которых родня крестила убийцами, отпустили на свободу. Трое сыновей убитого, старшего из которых обвиняют в преступлении. Когда преступление в небольшой подмосковной деревушке Хлюпина предали огласки, большинство увидело в нем повторение громкой трагедии в семье Хачатурян. Совпадение и вправду налицо. Там три сестры, здесь три брата. Орудие убийства нож, жертва родной отец. Девушки пытались представить расправу как самооборону. Партии решили замаскировать преступление под несчастный случай и подожгли квартиру. И в обоих случаях эти махинации следователи развалили на первом же допросе. Дочки признались, что мстили отцу за издевательства и побои сыновья за то, что якобы свел мать в могилу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дочки удались, а сыновья не очень. Но есть и разительные отличия. Про этого хачатуряна из каждого утюга несется. Какой был страшный человек. А Терехин старший за всю жизнь и мухи не обидел, распаляется соседка убитого, попросившая сохранить анонимность. Пятерых детей поднял, хоть в нашем захолустье работы нет. Мужики спиваются, старшая дочка была ему не родная, но отличий не делал. Сначала конфеты, а потом карманные деньги всем делил поровну. И хотя дети выросли, младшему сыну 19, старшей дочери уже за 30 и жили отдельно, дядя Андрей продолжал помогать им финансово. Последние 20 лет он каждый день с 6 утра ходил по электричкам, продавал книжки и диски. Кому они сейчас нужны? А у него брали, потому что человек был добрый, юморной, зарабатывал нормально, на хлеб с маслом хватало. Убитый Андрей Терехин вырастил пятерых детей. Семейной идиллии Терехиных соседи даже завидовали. На все дни рождения глава семейства собирал свои трешки, кучу малу. Из Москвы приезжали дочки с мужьями и детьми, и Света, и Катерина. По местным меркам давно выбились в люди машины, квартиры, отпуска за границей. У сыновей все было не так радужно. Перебрались в Одинцово, где-то работали, жили скромно. Знакомые подмечали, что девчонки в этой семье удались. Умницы и красавицы, прямо звезды. А у сыновья среднячок. Старший Андрей, именно он, проходит по делу подозреваемым, остальные свидетели. И вовсе по молодости попал за решетку из-за пьяной драки. Как вышел, вроде взялся за ум, женился. Родили сына. Чтобы проще было устроиться на работу, взял фамилию жены. Сестры Светлана и Катя. Мы с ним вместе работали озеленителями в Одинцово. Стригли газоны, рассказывает бывший коллега задержанного. Я и не знал, что он сидевший. Нормальный такой пацан. Один раз вязался в драку в кафе. Но там мужик сам напросился. Плевался в нашу сторону, а потом кинул окурок на наш столик. Андрюха встал и как вмазал ему. Этот бычок чуть жевать не заставил. Еле оттащили. Видеть убийство не значит участвовать. В тот день, 12 августа, 29-летний Андрей, 24-летний Александр и 19-летний Виктор пришли к отцу на взводе. Говорят, накипело. Давно хотели поговорить о его молодой жене. Мать умерла лет 7-8 назад от рака. В могилу ее никто не сводил. Наоборот, Андрей крутился как мог, чтобы помочь жене. Говорит знакомой семьи. Два года мучилась. Никуда из дома не выходила. Когда умерла, он жил бобылем и не думал, что когда-нибудь женится снова. Но 4 года назад в Клюпино появилась молодая беженка. Елена из Луганской области. Несмотря на разницу в возрасте, Терехину было 49, Лене 34. Пара быстро стала жить вместе. Даже сыграли свадьбу. А в ближайшее время глава семьи собирался усыновить ее сына-школьника и прописать обоих в своей квартире. Сыновей это бесило. Сами ютятся, кто в жен, кто на съемной квартире, а отец квадратными метрами распоряжается. Да еще жене ни в чем не отказывает. Отправил на море вместе с мальцом. Елена приехала в Подмосковье из Луганской области. Больше остальных кипятился Андрюха, продолжает наш собеседник. В тот вечер разговор шел на повышенных тонах. Когда отец заявил, буду жить как хочу, а ты зарабатывай. На квартиру сам сын схватился за нож. Тот даже скрикнуть не успел. Все было тихо, а шум поднялся, уже когда квартира стала гореть. Соседи видели, как трое братьев убегают в направлении парка. Младший спрятался в гаражах. Старшие успели уехать в Одинцово. Говорят, хотели попрощаться с женами и детьми. В считанные часы полиция вычислила всех троих. Но младших тут же отпустили. Подозреваемым по делу происходит только старший брат. И у нас нет сомнений, что он действовал в одиночку по собственной инициативе. Объясняет наш источник в следствии. Двое других сыновей все видели, но никак не помогали ему. На их глазах убийство произошло. Парни впали в ступор. Это нормальная реакция. Но и удар был один-единственный. Поэтому они не соучастники, а свидетели. И сейчас находятся дома. Никто не ограничивал их в передвижениях. Между тем местные все-таки уверены, что Андрей взял вину на себя. Да и родные сестры называют убийцами всех троих братьев. И полностью оборвали общение с младшими. Если бы в убийстве участвовали все трое, то свалить на одного в чем-то было бы грамотным решением. Так как автоматически уменьшает срок, уверен Игорь Маркелов, адвокат, бывший следователь уголовного розыска. Срок за убийство до 15 лет. А за убийство группы лиц по предварительному сговору вплоть до пожизненного. Но в данном случае, если младшие братья не помогали старшему, не подговаривали его на преступление, не подавали нож, не помогали поджигать квартиру, то соучастниками они не являются. И даже то, что они сбежали и не заявили в полицию ни преступления по закону, вы не обязаны свидетельствовать против близких родственников. Продолжение следует...